Итак, мы начинаем с вами пятую лекцию, это последняя лекция в первом разделе, где мы говорим о том, как радуется Бог, когда мы отдыхаем. Он радуется, когда мы отдыхаем. В «Видении» мы говорили с вами о ключевых ценностях и о том, что отдых, покой — это ключевая ценность для Бога. Далее мы вспоминали с вами о том, что мы сотворены по образу Божьему. Мы являем Его образ. Бог радуется, когда мы доверяем Ему, и наше доверие выражается в том, что мы отдыхаем с Ним, когда мы соблюдаем субботу не только ради самих себя, но ради Него, для Него. И затем у нас была четвертая лекция, на которой мы с вами говорили о том, что Бог радуется, когда мы вновь обретаем утраченную перспективу, когда мы начинаем видеть жизнь такой, какой ее видит Бог. И эта лекция называется «Покой. Радость Его народа». Если говорить кратко, то идея этой лекции в том, что точно так же, как Бог радуется, когда мы отдыхаем с Ним, так и мы однажды начнем получать радость от того, что отдыхаем с Богом. И мы радуемся не из-за того, что не любим работать или боимся работать, но потому что мы сознаем, насколько драгоценно это время с Богом. Это радует Его, и это радует нас. Как я уже говорил ранее, этот отдых — кусочек неба на земле, и мы стремимся к Нему. Но знаете, очень часто, когда люди говорят об удовольствии, они говорят о досуге, о своих хобби, и в хобби нет ничего плохого. У меня, к примеру, есть хобби, которыми я увлекаюсь, провожу досуг, но на этой лекции мы с вами увидим, что эта радость превосходит радость от досуга или увлечений. Не знаю, насколько вам понравится эта картинка, но я люблю рыбачить, и это дает нам понять, что покой — не просто досуг. Перезвоните, пожалуйста, я на другом проводе. Видите, он рыбачит, у него в одной руке удочка с рыбой, на другой телефон, по которому он разговаривает с другим человеком. И как я уже упомянул, я сам люблю рыбачить, и вот вам тому свидетельство. Вот я поймал рыбу, как вы ее называете по-русски? Щука, да? Я угадал, не так ли? Эта рыба живет и в ваших реках. Но досуг близок сердцам многих людей. Я вот провел исследование, посмотрел, как часто люди набирают это слово в поисковиках браузеров. И только в Гугле вы найдете 241 миллион ссылок. Сегодня, может, эта цифра изменилась, но вы можете сами убедиться, насколько популярен этот запрос. Многие компании используют слово «досуг», чтобы привлечь покупателей. Предоставляется много услуг, потому что люди любят проводить досуг. И можно неплохо заработать на тех, кто любит проводить досуг определенным образом. Будь то чтение книг, езда на велосипеде. Многим людям нравится проводить так называемое свободное время с определенным занятием. И досуг несет в себе определенную радость, но эта радость ограничена. Я недавно нашел веб-сайт с таким названием «Ограничение досуга», и там можно было прочитать такое заявление. «Будучи преданными делу распространения досуга во всех его формах, мы обязаны рассказывать людям о преображающем действии философии досуга, открывать им радости досуга и помогать своевременно обрести официальный статус любителя досуга. Мы предлагаем только качественный продукт, здравый совет, доступ к миру досуга и соответствующие периодические издания всем, независимо от их положения в обществе. Есть место для досуга, потому что досуг помогает в здравой мере отвлечься от работы, когда мы что-то делаем, кроме работы. Те же, кто только работают, утомляются. Им необходимо переключиться на что-то другое. Также досуг помогает отвлечься от трудностей. Вы можете просто прочитать какую-то книгу, которая поможет отвлечься вам от горя, от какой-то неудачи, из-за которой вы переживаете, от каких-то мыслей, которые не дают вам покоя, беспокойства. От досуга есть польза. Досуг помогает отвлечься от нездоровых увлечений, от которых трудно избавиться. И вы заменяете нездоровое увлечение на здоровое. Скажем, вы начинаете заниматься спортом, играть в какие-то игры, или вы начинаете проводить время с людьми, чьи интересы близки вашим, или вы начинаете путешествовать, любоваться Божьим творением. Вы избавляетесь от вредных привычек, от мучающих вас переживаний, беспокойства о том, что произойдет в будущем, или о том, что уже произошло. Так что от досуга есть польза. Досуг способствует развитию и поддержанию хорошей физической формы, когда вы занимаетесь какими-то видами спорта, когда вы делаете физические упражнения, которые идут на пользу тела и, соответственно, для пользы ума. Досуг способствует совместной деятельности. Вы можете подружиться с кем-то, потому что у вас общие интересы. Скажем, я рыбачу, и у меня есть друзья по рыбалке. Мы садимся вместе в машину и едем на какое-нибудь озеро, где вместе рыбачим. У кого-то могут быть другие увлечения, но досуг способствует развитию дружеских отношений. Мы говорим с вами о пользе досуга. Создание и укрепление коллектива. Большие корпорации организуют совместный досуг своих сотрудников. Это, быть может, игра в футбол или другие виды спорта или просмотр передач по телевизору. Идем дальше. Отличное настроение. Мы видим, что от досуга есть польза. Но я хотел бы еще раз сказать, что эта польза ограничена, радость ограничена. И Бог желает, чтобы мы испытали радость, которая превосходит радость от досуга. И вот такое упражнение. Какие слова наиболее полно и точно описывают влияние досуга на мою напряженную жизнь? Возможно, у вас непростая жизнь. Возможно, вы используете досуг, чтобы избежать чего-то в своей жизни, избежать то, на решение чего у вас не хватает сил, или отвлечься, переключиться на что-то другое, или расслабиться, просто чтобы получить удовольствие. Досуг действительно имеет свое место. Но вот такой вопрос, а какие потребности досуг не удовлетворяет? А это мне нужно в моей напряженной жизни. Досуг в чем-то помогает, но всего он сделать не может. Его недостаточно. И, возможно, вы настолько сильно погрузились в свой досуг, в свое увлечение, что стремитесь достичь каких-то результатов в том, что вы начали делать ради удовольствия. И это уже становится работой, и все удовольствие улетучивается. Если это рисование, я должен быть хорошим художником. Если это вязание, я должен хорошо научиться вязать. Если игра в футбол, я должен стать хорошим игроком. Но не так-то просто научиться. Я думаю, вы понимаете, о чем я. И на этой лекции мы говорим с вами о том, что больше, чем просто досуг. Удовольствие, развлечение, досуговая деятельность, жизнь в угоду себе, приоритет собственных желаний, все это привеличивается, когда речь заходит о пользе всего этого в нашей жизни. Всему этому дается завышенная оценка и разочарование неминуемо. Марк Буканан написал книгу «Покой Божий». И в ней он писал о покое как о средстве пребывания с Богом, о покое, который обновляет, о покое как о пути познания Бога. И вот вы видите, что он написал. Досуг — одно из наиболее серьезных препятствий надлежащему соблюдению субботы. Досуг — это то, во что суббота превращается, когда мы разучиваемся ее освящать. Суббота — святое время, мы об этом уже говорили, это святилище, куда мы входим. И досуговая деятельность может обесценить субботу. Нам кажется, что мы проводим время с Богом, на самом деле мы всего лишь проводим досуг. поддержите ТВ-семинари молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tv-семинари.com Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинари.